Исследователи Оксфордского института интернета зафиксировали огромный рост числа ботов, использовавшихся на последних президентских выборах в США. Но что представляют собой эти боты на самом деле? Бот — это программа, автоматически выполняющая в интернете действия человека. Как же отличить бота от реального человека? Я вам сейчас показываю аккаунт в Твиттере, в нем указано, что он открыт в июле 2015 года, и в нем 266 тысяч твиттеров. Это ведь много? Да, очень много. Похоже, что твиты здесь публикуются по определенному расписанию. Как в этом случае — четыре часа назад, еще четыре часа назад. То есть сообщения шли одно за другим чуть ли не каждую минуту. Это говорит о том, что, первое, твиты публикуются гораздо регулярнее, чем это может делать реальный человек, и, второе, что публикация происходит по совершенно определенному графику. Сейчас высказываются опасения, что ботов могут использовать в июне, чтобы повлиять на результат парламентских выборов в Британии. По словам экспертов, Россия использовала ботов, чтобы оказать воздействие на итоги президентских выборов во Франции и США. Сама Россия утверждение отвергает. Ведущие ученые говорят, боты подрывают правдивую информацию, распространяя в интернете ложь. Есть пользователи, которые не способны отличить сообщения от друзей или близких от сообщения, отправленного ботом. А на выборах, с примерно равными шансами соперников на победу, когда нужны 2-3% голосов для получения желаемого результата, компания с использованием ботов, с помощью которой можно психологически обработать небольшое число неопределившихся избирателей и заставить их поверить в ложь об одном из участников выборов, является осмысленной стратегией. Боты – это новая форма пропаганды 21 века. Вопрос в том, поспевают ли закон и общественное сознание за новыми технологиями. И в то время как экстремисты и иностранные государства используют ботов и меняют наше поведение, мы только-только начинаем осознавать исходящую от них угрозу. Боты, среди прочего, станут частью официального расследования, о котором объявил британский комиссар по информации. Ей предстоит разобраться, как в настоящее время происходит сбор и использование персональных данных в политических целях. Мне кажется, общество должно осознать происходящее. Кто-то должен приподнять завесу и тщательно изучить, как все эти данные могут обобщаться, компоноваться и использоваться для того, чтобы повлиять на поведение людей. Закон гласит, что в этом вопросе должна быть открытость. Пока же непонятно, как защитить британских избирателей от ботов. Пока не налажена прочная защита от ботов, они способны подорвать саму идею демократии, какой мы знаем ее сегодня.